Здравствуйте! Сегодня наша передача посвящается дедушкам. Сегодня у нас в гостях. Представьтесь, пожалуйста. Я Монция Николая Пановитович. Родился 19 апреля 1958 года рождения. На сегодняшний день проживаю в селе Чешмикой. Работаю в данный момент в лицее, теоретическом лице, села Чешмикой, помощником директора по хозяйственной части. Дедушка, ты служил? Расскажи об этом. Хорошо. Я служил. Я призвался в армию в 1977 году. В армии свою я провел в Будапеште, город Ленингре. Называется город Дамбавара. Ракетных войсками. Два года служил. За два года два раза приехал в отпуск очередный. Побывал в Казахстане, где провели учения, государственные учения. Мы запустили ракеты в цель и в цель. За это нас премировали и дали нам отпуск срочный. Военская часть называется 25-306, буквально ракетные войска. Я когда прибыл в часть, нас в Гагаузов было только четыре. После течения 77-79 лет, за два года служил своей, нас стало 48 Гагаузов. Были с Вулканецкого района, Камрадского района, Чадобумовский район, Тарактлийский. Где нас находится Гагаузов, мы все встретились и служили два года. Провели очень хорошую службу, дружно. На сегодняшний день я своими сослуживцами всегда встречаюсь по телефону, когда с ними. И любые праздники отмечаем по телефону или как-нибудь друг друга поздравляем на сегодняшний день. Первые дни, когда призвали в армию, нас поставили в карантин. Было деревянное здание, старинное. После того же карантина, через 40 дней, нас уже распределили под дивизией, под частями, иногда в ракетных войсках. Я служил во втором дивизионе. Кормили нас очень хорошо. Бывало, что дней иногда нет, чтобы пить мясо. Всегда мясо, рыба, очин. В воскресенье дни всегда давали по две яички, плов. А по четвергам, каждый четверг при союзном времени был рыбный день. Кормили рыбами жаренными, варенными, как попадалось. Очень вкусная еда в армии и служит всем молодежи. Я желаю дальнейшим в том служительство в армии. Расскажите, пожалуйста, какой момент из жизни вам запомнился больше всего? Ну, моя жизнь испарнялась в первую очередь. До армии я учились, чтобы знакомиться с мной в древнем. Но когда приезжался в армию, там больше друзей. Были незнакомые люди из любых районов. Там, когда первый раз мы попали в армию, нас триггер на лысого друг друга. После этого не могли узнавать. Все смеялись друг на друга. Что у кого выше побольше, у кого что. И все смеялись. После этого начали волосы расти. И друг друга уже начали получать узнавать. И служба проходила у нас нормально. Не жалуемся. Веселые ребята были. Всегда, когда на учения выходили, там лучше было. Потому что чем казарби. Казарби иногда бегать заставляли. Когда молодым в реале. Мы не привыкшие были. Спортом заниматься. Любые наши спортивные инвентаря. Мы в школе не занимались. Не было такой инвентаря. А там заставляли, чтобы солдат должен дать любые препятствия пройти. Любые колючие проволоки по ползкам или как. Бег 3 километра полной боевой готовности. Автомат, рюкзак, плащ палатки. Все это на смене до 30 килограмм. И бегали по 3 километра. Дедушка, расскажи, как ты познакомился с бабушкой. Хорошо, спасибо. Я расскажу тебе, как я познакомился с твоей бабушкой. Мы ходили в молодость. Раньше было в селе танцы. Каждую субботу, воскресенье мы были на танцах. Тогда я познакомился с твоей бабушкой. Увидел в стороне. Она стояла, пригласила ее на танцы. И так мы познакомились. И после этого мы начали встречаться. И на сегодняшний день мы двоем все вместе. Это считай с 80-го года, как мы поженились. На сегодняшний день 42 года, как мы уже вместе. Дедушка, я хорошо учусь в школе. А как ты учился? Я в школе учился. Как сказать, на сегодняшний день вы учитесь на десятку. У нас тогда не было до оценок 10. У нас был самый высокий оценок, это 5. Мы учились на 4, на 3, где 5. Как каждый ученик свое знание знал. Я, например, не горжусь, что я учился слишком отличным. В среднем на 3-4, иногда и 5. Бывало, что я в Акаке. После того, я окончались в школу. Я поехал в Луканечко, поступил в СПТУ-20, называется, в школа. Там мы учились на миллиарда, я учился на машинистах на собственных станциях. После окончания школы и после развала Союза уже не было работы. Где работал столяром, где плотником, где в строительной бригаде. На сегодняшний день я работаю в школе. Расскажите что-нибудь о вашем детстве. В какие игры вы играли, какую еду предпочитали? В наше детство прошло так, не как сейчас у молодежи. Сейчас у молодежи не можете оторваться от компьютера. Раньше не было компьютера. Раньше выходили после школы. Родители заставлялись перво в огороде поработать, а вечером на часа-полтора выйти по улице играть. Кто играл в деткамышки, кто играл в пекаря, кто играл в другие игры. Играли в косточки, играли в солдатики. Если взять вот этот солдатик, он имеет четыре стороны при песке. Если вот так попадал в верхнюю косточка, значит ты выигрывал. Если вот так, значит пять баллов, а внутренняя часть. Если оружная часть, десять. Если вот так, то проиграл передаюшку к другому. Это называется, играли ремнем. Если меньше очков набирал, били по ладони ремнем. Десять проиграл, десять раз получил по ручке. Нету разницы, сейчас как родители иногда вот. Кушать вот это, нам не нравится. Друг кушать вот это, нам не нравится. Раньше не выбирали. Что родители готовили, потом и кушали. Потому что не было, как сейчас, много. Мать на работу ходила, с утра приготовила, вечером приходила, нагревала, мы кушали в коллективе вместе. Нет, что мне нравилось. Если не нравится, в сторонку ходить, там будешь ты головным ставить. Вот я, например, для себя, что если родителей не было, я тоже готовил. Что умел на себя готовить. И только то и кушали братьям. Сестры, проставшие, братья на работу ходили, а мы младшим дома. После окончания шести класса я тоже начал на работу ходить. Дедушка, а ты любишь танцевать? Да, люблю. И я танцевал, когда был маленький, чуть взрослеет от тебя, то я тоже хотел в танцевальную группу, сидеть Чмикой. Показывали разные сценки, танцевал. Любые танцы, молдавские, гагарусские танцы. И на сегодняшний день, когда приглашают, я тоже иду танцевать с нашей группой Чмикойской, старшей группой. И я желаю тебе, чтобы ты в дальнейшем тоже еще побольше танцевал, стал взрослым, не стеснялся и тоже продолжал дедушкам. Как дедушка в шестьдесят лет танцует, чтобы ты тоже танцевал в такие годы. И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Что я могу пожелать молодежи? На сегодняшний день молодцы, умейте танцевать, продолжайте танцы, не стесняйтесь, и за собой тяните еще молодежь, которые не ходят на танцевальную группу, и чтобы наше село просветало с молодежью танцами. Дедушка, я хочу тебе рассказать, что ты самый лучший дедушка, и я тобой горжусь, мечтами и надеждами всегда с тобой делюсь. Собью твои советы, я и мудрость, и участие. Желаю долголетия, здоровья, силы и счастья. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Выжигание. Если будешь заниматься с выжиганием, прежде чем начинать выжигание, нужно ставить выжигалку, чтобы она нагревалась. Проверять выжигалку, если она нагретая, уже полностью нагретая, можно проверять. Не в том картинке, где ты уже начал работать, а в другой. Берешь маленькую деревяшку, пробуешь. Если она начинает выжигать, уже вот как делает точки, после того можно уже выжигать. Взял рисунок, рисунок берешь и тихонечко обводишь линиями. Тихонечко, не торопясь. Если будешь торопиться, то выжигание не получится. Она должна примерно на каждую сантиметра, ты должна где-то 3-4-5-6 секунд наживания держишь при выдерживании. Если не выдержать выжигалку, она не будет выжигать. Не спеши, не спеши, потому что она не выжигает. Вот видишь, не спеши, тихонечко, тихонечко. Научишься хорошо выжигать, картинку вот такую должен-то нарисовать с первым карандашом и после выжигать. Понял?